Да, всем привет! Спасибо, что пришли на наш доклад. Вот, может быть, что-то новое узнаете, может быть, что-то узнаете, повторите что-то старое. Мы со многими из вас уже как бы работали. Для многих из вас наши техники, тактики реагирования не секрет. Тут, наверное, больше будет рассказ Дениса. И тут сначала я, наверное, расскажу, как мы ищем индикаторы, как мы реагируем, как взаимодействуем с заказчиком. Так, вот, наверное, в таком темпе у нас пройдет презентация. Я просто пощелкал. Интересный слайд, да? Щелк, щелк. Итак, расследование реагирования. Вот здесь такой слайдик, где мы набрали вообще все, с чем мы встречались за ближайшие полтора года. То есть это все собрано с наших отчетов, с чем встречались. Вообще стало больше расследований в этом году на 60% уже больше по количеству проектов, чем за весь вообще прошлый год. Честно говоря, это неожиданно, но, тем не менее, это так. Что тут можно отметить? То, что увеличивается количество легитимных утилит, которые применяют хакеры. Ну, не знаю, с чем это можно связать. Может быть, с повышением уровня защищенности в целом инфраструктур в Российской Федерации. Вот. Может быть, в этом есть как бы ваша заслуга. Вам спасибо. Вот. И, то есть, хакеры постараются применять какие-то стандарты админские утилиты, чтобы, ну, быть незамеченными. То есть тут надо вот этому уделять. Не знаю, может быть, инвентаризации какой-то. Больше понимать, что делают администраторы систем. Встречались с APT, моими любимыми группировками, естественно. Вот. Находили APT, всякие утилиты, которые разбирал Денис. И отдел. Ну, как бы понятно, что. Спасибо всем ребятам, с которыми мы работаем. Вот. Спасибо отделу Threat Intelligence. Очень сильно нам помогают в расследованиях, реагируют в полях, обогащают индикаторами нас, чтобы нам было что поискать. Ну, и увеличилось количество шифровальщиков. Я не знаю, с чем это связано. Я знаю, что очень большое количество, как это, болеющих пришло к нам. Вот. Наверное, есть к этому какие-то объективные факторы. Итак, в целом расследование реагирования выглядит вот так. Это такая, некоторая такая абстракция. Мы получаем данные, анализируем и в конце выдаем отчет. Ну, наверное, это и так очевидно, да? Давайте дальше. У нас просто нам дали мало времени. Хотелось бы, конечно, побольше во всем этом побеседовать. Что нужно от заказчика, в первую очередь, это какие-то технические данные. Что же все-таки произошло? Это что угодно. Может быть, какие-то скриншоты, какие-то логи. Неважно, с каких систем, в каком формате, в архиве, не в архиве, текстовики. Формализованный вид, не формализованный. В целом, мы с ребятами можем анализировать абсолютно любую информацию, структурировать. В целом, это наша работа. Поэтому не стесняйтесь сразу, давайте нам техническую информацию. Так гораздо более конструктивно. Это можно сравнить очень часто, когда появляются какие-то посредники между технарями. И, ну, вот как у заказчика технари у нас, приходит к нам человек и говорит, что-то случилось, можем ли мы помочь. А я говорю, а что случилось? Инцидент. Я говорю, какое, что, мы должны хоть что-то знать. Это как, знаете, к врачу вы приходите и говорите, я болею, а что, какие симптомы-то у вас? И вы говорите, ну, ты специалист, и разбирайся, какие симптомы. Ну, это немного странно, да? Тут такая же история, давайте сразу какие-то технические данные, чтобы было понятно, с чем мы работаем. И, может, такая маленькая просьба, вот только не в пятницу вечером. Если что-то увидели в понедельник, вот, не надо там неделю сидеть, разбираться. Это, в принципе, все делается как-то, ну, мы свободно можем сказать, там, не знаю, за полчаса, за час, что же вообще, с чем мы имеем дело, это инцидент или нет, как-то подтвердить его или опровергнуть. Поэтому не сняйтесь, сразу кидайте данные нам. Собираем информацию, дальше собираем информацию уже от заказчика, как с людей, так и какими-то техническими средствами. С технических средств собираем информацию, опять же, там формат не важен. Это либо стандартные какие-то экченжи, доменные контроллеры, или там битриксы, или что-то, может быть, кастомное, написанное под вас специально. Какие-то ваши внутренние или внешние сервисы тоже можно, в принципе, разобраться. Главное побольше, чтобы было общение по факту именно с технарями. Дальше. Как мы все-таки собираем информацию с инфраструктуры во время работы? То есть у нас в целом два направления. Одно направление — это когда мы собираем информацию с узла, когда мы углубляемся по информации внутрь. То, что называется форензикой, это такая, когда мы углубляемся в каждый ключевой узел и пытаемся поднять историю, что является ключевыми узлами. Это, как правило, какие-то централизованные сервисы, такие как доменный контроллер, там экченжи, сервисы внешние или внутренние, или какие-то явно скомпрометированные узлы. Ну, когда мы знаем, что там где-то что-то произошло. И это мы собираем наши утилиты, опять же, мы с ребятами это все дело пишем. Утилита 5-дампер называется. То есть это с одного узла получается информация всякой форензической, около гигабайта, наверное. Ну, на домен-контроллерах это все больше, на экченжах это больше, может быть, гигабайт 10. Ну, там, сами понимаете, это и с логи, вот эти аксесс-логи, да, которые… Логи там авторизации, там всех вот этих процессов, которые проходят на экченже. Это все гораздо больше. Вот, но в целом в среднем где-то там гигабайт-полтора, наверное, с каждого узла сервера, с рабочих машин. И вторая история, это когда мы реагируем не вглубь узла, а вширь. То есть смотрим, что было рядом по инфраструктуре. Это делается при помощи утилиты IOC-сканера, тоже наша самописанная утилита, которую, в общем-то, мы проверяем абсолютно всю инфраструктуру. Работает абсолютно везде, на любых операционках, начиная, там, Windows 2003, плюс XP и до последних Windows, потом Linux, там все, в каких-то кастомных случаях все это перепиливаем под определенные сборки. Вот, и на Mac-ах тоже. То есть один сервер, и все это дабл-кликом запускается. Раскатили, как удобно, да, то есть если SCCM, если есть, или там PS-exec, или то, что используют администраторы, то, чем удобно пользоваться вам. То есть мы даем просто два бинаря, один сервак и клиенты, которые сами там все делают. Не надо ни параметры прокидывать, все зашито внутри. Зашивается, ну, самая, наверное, основная логика, это простая прогонка Яро правилами с использованием наших Яро рулей корпоративных, которые обогащаются в том числе через Red Intelligence. Вот, дальше все это сливается, все эти данные, при помощи другой утилиты, которая называется PT Cloud. Опять же, это такая облачная история, которая просто прогоняет информацию от вас к нам, и сразу к нам в виртуальную инфраструктуру. Ну, тут, опять же, там две кнопки, выбрать файл, отправить файл. Все максимально юзабельно, так скажем, тоже приближено к дабл-клику. У себя на стороне что мы видим? Мы разбираем все эти артефакты, мы раскрываем, превращаем все это в технический, какой-то читаемый вид, чтобы человек понимал, что происходит. В основном мы работаем с файловыми путями, то есть из разных артефактов, все это дергаем, смотрим, какие файлы, где лежат легитимно, где нелегитимно. Здесь несколько примеров. ТОИ-АПТ, группировки Space Pirates, которые разбирал Денис, который помогал нам с обогащением индикаторов. То есть здесь вот информация, допустим, тоже в одном из модулей, это, по-моему, Дидрат, да, Таскэнг? Нет, это Voiddoor, по-моему. Voiddoor, да? Да. Voiddoor, тоже Денис про него расскажет. То есть Voiddoor, который лежит, опять же, в System32, тоже, как бы, Console Application 8, это артефакт компиляции каких-то кастомных дотнет-модулей, тоже очень странно выглядит. Дальше смотрим ShimCash подсистема, здесь у нас получается StowAway и Tаскэнг, это тоже вредоносный модуль, то есть мы видим то, что в темпе такие лежат условно-системные какие-то названия, это вот то, как у нас это все видится. Опять же, данные о дате времени для нас важны. Опять же, когда передаете данные, нужно понимать, что случилось и когда случилось, чтобы мы могли сопоставлять артефакты между собой и выдавать вам какой-то удобоваримый таймлайн. Дальше можно обращать внимание на логи антивируса. Например, вот этот компонент TASK-N, антивирусом, это Windows антивирус у нас получается, да, Windows Defender, детектится как Cryptinject. То есть что он видит, он не видит, что это компонент от SpaceParis, он видит, что есть какой-то там вредоносный кусок кода, он его детектит, тоже на это как бы имеет смысл обращать внимание. Дальше вот что тут примечательно, тоже компонент, который загружает дидрат в итоге загрузчик и легитимный файл. Что тут интересно, то что хакеры почему-то переименовали его, ну, как бы прячут под какой-то корейский антивирус. То есть корейский антивирус у нас не особо распространен, это сразу бросается в глаза. Так, дальше что это у нас получается? То, как выглядит сайт-лоудинг с нашей стороны, да, с точки зрения форентики. Вот, SecWiFi получается с точки зрения лод, это вредоносный компонент, который зашифрован, он с точки зрения системы, это просто как бы случайный набор символов, все это случайный набор символов, которые ничем нельзя задетектить. Вот этот легитимный компонент выше, да, он как бы в итоге загружает, расшифровывает все это дело в памяти и запускает. Ну и мало какие антивирусы всю память шерстят на то, чтобы найти те или иные сигнатуры. Дальше это та же история, получается, персист этого дидрат, как сервис он работает. Вот опять же вот этот вот компонент условно легитимный, который через сайт-лоудинг все это дело запускает. Вот это у нас в EventX находится артефакте. Ну и вот общая логика представлена то, как мы работаем, смотрим одновременно и машины вширь полным сканированием и углубляемся в каждый узел вот этой форентик-аналитикой. Ну тут указано, какие мы хорошие, а вот здесь указано, как мы взаимодействуем с трет-интеллиженс. То есть когда мы находим какие-то индикаторы либо сэмплы, мы все это передаем команде Дениса Кувшинова, а дальше ребята все это обогащают индикаторами и компрометациями дополнительно. И вот этот цикл мы прогоняем до тех пор, пока не перестанем получать дополнительную информацию. Вот обо всем остальном более интересном расскажет Денис Кувшинов. Спасибо. Дай кликер, пожалуйста. Без кликера? А, переключать мысленно. Марвел, свои дела. Да, Денис уже сказал как раз про алгоритм взаимодействия с командой ER, вообще где находится TI здесь. То есть мы по факту для Дениса предоставляем данные, кто атаковал, чем атаковал, разбираем для него инструменты, даем доп-контекст, то есть там, например, пути закрепления, какие-нибудь поискать доп-файлы, айпишники, домены и так далее. Но чем мы занимаемся, кроме индикаторов? Потому что многие думают, что TI — это только индикаторы, мы там собираем их с отчетов, сами ищем и просто их пушим. Нет, не только этим. Мы занимаемся отслеживанием хакерских группировок, преимущественно которые нацелены на Россию, это именно АПТ-группировки, то есть сложные. Понятное дело, что мы следим за всеми атаками, то есть там и массовый спам, и просто фишинг, но для нас наибольший интерес представляют именно атаки сложные АПТ. Мы смотрим их достаточно глубоко, я как раз расскажу, какие там приколюхи находятся при глубоком анализе. Мы помогаем Денису в расследованиях, ну, про это уже Денис рассказал, что мы ему даем. В процессе наших исследований мы можем встретить следы компрометации каких-то компаний, какие-нибудь логи, ну, любую даже мета-информацию, которая нам поможет идентифицировать ту или иную жертву. Мы, соответственно, уведомляем компанию, что ее скомпрометировали. Может быть, некоторые из вас наши уведомления получали. Мы также занимаемся атрибуцией. Атрибуция вообще дело такое не очень благодарное и не всегда точное. Но оно нужное, потому что периодически мы наталкиваемся на атаки одних и тех же хакеров, и полезно знать, ну, какими тактиками, техниками Malware они обладают вообще. Самая хорошая атрибуция, она проводится по трем признакам. Это по коду инструментов, по их тактикам и по сетевой инфраструктуре. Но у аналитика не всегда есть все три составляющие. Зачастую нет тактик, потому что, например, мы увидели фишинговую атаку, а дальше мы не можем посмотреть, потому что инцидент где-то там. То есть, например, команда Дениса никуда не поехала, мы имеем только там на руках атаку, Malware, там сетевую инфраструктуру, все. Бывает так, что у нас есть только тактики, например, да, там какие-нибудь следы, там Денис нашел, но Malware нет, хакеры удалили. Ну, чаще всего мы проводим атрибуцию именно по коду сетевой инфраструктуре. Можно проводить в редких случаях атрибуцию именно там только по коду, только по сетевой инфраструктуре, но эта атрибуция не всегда точна будет, потому что многие инструменты, они шарятся между группами, такое было там и с PlagX, с ShadowPad, уже мы не говорим о Cobalt Strike, потому что все его используют. Ну, а сетевую инфраструктуру можно атрибутировать, если какие-то есть явные признаки, например, следы хуиза, внешние какие-то признаки, там сертификаты какие-нибудь и так далее. Я хочу показать такой процесс TI именно на одной группировке Space Pirates. Она мне больше всего нравится, потому что она идеальная для примеров. Там очень много чего связанного. Группа активна с 2017 года, мы про нее выпустили два отчета. Саму группу нашли мы в 2021 году, у нас было там несколько расследований, мы фиксировали атаки. Атакуют преимущественно Россию, там госсектор, авиационно-космическую отрасль и так далее. Почему как раз назвали Space Pirates, потому что атаковала она вначале именно авиационно-космической отрасль. И цель у нее шпионаж, то есть она никак не крадет деньги, не пытается там украсть криптокошельки, только там шпионит и крадет данные. Вначале начнем с кода. Сновной инструмент группы — это D-Drat. Это по факту облегченная версия ShadowPad, даже модифицированная, я бы сказал, версия ShadowPad. Денис уже описал технику Daily Side Loading. Весь D-Drat, который мы видели, он грузится через технику Daily Side Loading, то есть когда у вас есть легитимный компонент и какой-то второй. Может быть, третий, четвертый, пятый. Но обычно их там два и больше. У вас легитимный бинар подгружает какую-то DLL-ку из ошибки порядка вызова библиотек. И эта DLL-ка может либо сама быть вредоносной, либо что-нибудь еще расшифровывать. Отличительная особенность D-Drat в том, что у него там есть конфиг, можно найти его закрепление в системе, он размещает модули в реестре, в памяти, ну и у него там есть в конфиге C2. То есть это легко атрибутировать. Мы там писали инструменты, которые нам позволяют именно автоматически все это извлекать. Есть одна такая приколюха у них в коде, они, наверное, до сих пор о ней не знают, хотя мы о ней писали. Связана она с порядком байт для DNS-серверов. У них есть 4 DNS-сервера, и все они зеркальны. То есть там 4 восьмерки, 4 единички и 4 девятки. В данном случае порядок байт не имеет значения. А последний DNS-сервер, как раз циск, он не зеркальный. И в этой ошибке как раз и кроется то, что их можно легко обнаружить именно как в инфраструктуре. Когда у них доходит очередь до последнего DNS-сервера, если все остальные, например, в компании заблокированы, их домен, который в конфигурации, не может быть разрезовлен. Соответственно, можно увидеть обращение на этот DNS-сервер невалидный, и можно увидеть как раз их контрольные сервера дополнительные, например. Про инфраструктуру. У них достаточно такая своеобразная инфраструктура. Они используют динамические домены DDNS. Мы нашли более 600 доменов, и у них все домены четвертого уровня практически. И на самом верхнем уровне, это четвертый уровень, там может быть именно имя жертвы, либо какой-нибудь маскированный фишинговый домен. И на самом деле такую инфраструктуру легко отслеживать, на нее легко реагировать, когда появляются новые домены. Там можно брутить сабдомены, искать их на других сервисах. Это расширяет поле видимости угроз. Еще один интересный кейс, связанный с Malvary, это Malvary Void Door. Она такая абсолютно, даже не абсолютно, она новая. Нашли мы ее в этом году на расследовании. Особенность в том, что они используют легитимные ресурсы для того, чтобы в качестве контрольных серверов GitHub и легитимный IT-форум Void Tools. У них зашит IP-ключ в Malvary для ГИТа, и с помощью этого IP-ключа можно манипулировать репозиториями. Мы нашли там четыре репозитория. Один именно для информации с компьютера жертв, и второй с Malvary, остальные там Альхайзер и один неизвестный. И в одном из репозиторий мы нашли информацию о скомпрометированных организациях, их уведомили. То есть именно глубокие исследования могут помочь в контексте уведомления. То есть мы находим именно жертв, их уведомляем, они там расследуют сами с нашей помощью, и получается мы делаем мир безопаснее. Еще забавная история именно с тестированием Malvary на ГИТе. Самые первые сообщения были такие странноватые. Они были все на иностранном языке, на азиатском. И если внимательно изучить эти сообщения, там будет систем-инфо с именем компьютера. Нам повезло, что когда-то один разработчик выложил именно путь до какого-то кода на каком-то китайском форуме. Он там, по-моему, тестировал какой-то код у себя там на машине, спрашивал, типа, почему не работает. И как раз имя машины совпало, и пути совпали. Ну, по факту чувак себя спалил. Это нам по факту ничего не дает, но дает дополнительный такой контекст, что можно в дальнейшем где-нибудь еще поискать. Может быть, он где-нибудь встретится, этот разработчик. И забавное еще с VoidDorem – это поиск жертв по форуму. Я сказал, что у них еще был GitHub, и был еще форум легитимный, VoidTools. На этом форуме есть функционал запоминания, называется RememberMe. И каждый раз, когда жертва скомпрометированно коннектилась к этому форуму, ее IP оставалась в журнале. То есть по этому журналу мы могли легко найти жертв и тоже их уведомить. Там еще был забавный функционал встроенных почтовых ящиков. Malware создавала почтовый ящик с идентификатором жертвы, и получается там получала команда. И забавный случай еще, как можно, следя за инфраструктурой зломышленников, найти еще больше компрометаций. в один момент, в мониторе, так скажем, внешнюю инфраструктуру хакеров, мы увидели, что у них появились открытые директории. Там было куча выгруженных папок с, так скажем, конфиденциальными документами. Сейчас еще 10 секунд буквально. И, соответственно, мы увидели, что за компания, ее уведомили, и хакеры это закрыли, и компания начала проводить расследование. По факту, вот так TI на самом деле помогает не только в расследовании, но и клиентам. Да, мы там поставляем индикаторы компрометации, но TI – это не только индикаторы, как вы могли убедиться, но и анализ Malware, анализ инфраструктуры хакеров. Ну и не только. Всем спасибо.